Дверь в новый мир, где рак побежден, для Ольги Красули открылась почти 10 лет назад. Но оказалось, что после лучевой терапии и операции путь к привычной жизни только начался. Ольга столкнулась с одним из частых осложнений – лимфодемой руки. Отеком, который нарушает подвижность и даже причиняет боль. Отек начинался незаметно. Когда уже стал очевиден, стали люди, окружающие это видеть, возникли даже проблемы с трудоустройством. Отек уже спустился ниже руки, на область подмышки и ребер. И вот в первый раз, когда я пришла, отечность была на 6 сантиметров. Рука была больше, чем здоровая рука. Почти два года таким пациентам помогают в отделении медицинской реабилитации краевого онкодиспансера. За это время здесь пролечились более 200 пациенток, перенесших рак молочной железы. Им показан массаж или прессотерапия. Такие аппараты воздухом сжимают тело, улучшая лимфодренаж. Проблема в том, что именно после операции там нарушены пути оттока. То есть удаляют лимфоузлы. Поэтому нарушаются пути оттока и возникает вот этот застой. Лимфодренаж, то есть отток, улучшается отток именно снизу вверх идет. То есть чтобы эта лимфа, вся эта застойная жидкость уходила в подмышечную область. Если препятствие будет переграждать дорогу, то вы как можно быстрее должны нажать на вот эту зеленую кнопочку. Преодолевать препятствия, в том числе жизненные, обрести контроль над эмоциями и заново научиться расслабляться помогает медицинский психолог. Курс ЛФК или занятия на антигравитационной беговой дорожке. Такая помощь может понадобиться и после химиотерапии, когда человеку в прямом смысле тяжело сделать несколько шагов. Мы оказываем не только после всего комплексного лечения реабилитацию, но и в процессе химиотерапии. Так как метод достаточно очень агрессивный и он имеет за собой ряд осложнений. Это нейропатии, которые в большинстве случаев тоже нарушают достаточно серьезное качество жизни и повседневную деятельность. То есть вплоть до того, что там человек ручку не может, ложку держать. Каждый четвертый случай женской онкологии в крае – это именно рак молочной железы. Такой диагноз в год слышат до 1300 пациенток. Но есть и положительная статистика – случаев ранней диагностики становится больше. У нас увеличился процент первой, второй стадии. И сейчас этот процент 73 в соответствии у циферки. И при этом хотелось бы отметить, что количество четвертой стадии, он снизился, уменьшился. Был в районе 14, сейчас стал 7%. Конечно, онкологи напоминают о важности своевременной диагностики. Это регулярные и медицинские, и самоосмотры. И главное – не откладывать поход к врачу даже при, казалось бы, незначительных переменах в здоровье. Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком.